Всем привет! Все более и более интригующие новости начинают к нам поступать касательно киношного будущего Джонни Деппа. Дело в том, что, конечно же, ни для кого не секрет, что сейчас актер переживает не самые легкие времена в своей карьере, а последних несколько лет были для него особенно тяжелыми, когда от Джей Ди отвернулись, по сути, все киностудии Голливуда. Далее, правда, ситуация начала меняться, а вот сейчас, если верить инсайдерам, в ней должен наступить самый настоящий перелом. Так, в данное время многие источники сообщают о том, что Дисней ни много ни мало извинился перед исполнителем роли Джека Воробья за неподобающее поведение компании, ну а по сообщениям издания Pop Topic уже в 2023 году Джонни ждет большое возвращение в мир кино и одну из самых главных своих франшиз. Что же на самом деле сейчас происходит, как Джей Ди недавно преодолел очередной крупный рубеж, когда будет его эпохальное возвращение и к какой легендарной роли вернется актер? Ну а теперь, как водится, предметно и по порядку. Во-первых, в строках хочу отметить, что, как оказалось, в конце прошлого года, ну опять-таки, если верить инсайдерам издания Pop Topic, довольно плотно разбирающего тему Джонни Деппа, так вот, в конце прошлого года нам сообщили, что Дисней вроде как никогда не вносил актера в черный список и никогда не отказывался окончательно иметь с ним дело. Напомню, что сразу же после того, как против главного пирата Голливуда началась опала, менее чем через неделю представители Дома Мыши официально заявили, что они прекращают сотрудничество с Джей Ди и более не будут снимать его в роли Джека Воробья, что, естественно, повергло в шок очень многих и, думаю, Деппа также. Так вот, теперь нам говорят о том, что Дисней при всем при этом все же никогда не открещивался от возможного будущего сотрудничества со звездой, как было принято считать. Источник близких Дисней утверждает, что Джонни Депп не находился в черном списке и может вернуться в роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря», сообщило австралийское издание «Поптопик». Его не уволили, отношения Дисней и Джонни Деппа, как сообщается, по-прежнему довольно крепки и актер может даже в последний раз повторить свою роль очаровательного капитана Джека Воробья из франшизы «Пираты Карибского моря». Дисней получил более десятка электронных писем от авторитетных представителей прессы с требованием немедленно осудить Деппа и уволить его еще тогда, в 2018 году, продолжает инсайдер. Также компании пригрозили проблемами, в противном случае представители авторитетных профсоюзов, влияние которых сложно переоценить в США. В общем, компания чувствовала себя обязанной отреагировать и сделала это, не заняв позицию по ситуации, добавил источник. Вскоре после того, как электронные письма были получены, руководитель производства Дисней Шон Бейли подтвердил, что Депп больше не является частью будущих планов франшизы. А вот теперь, насколько я понимаю, нам хотят сказать, что с прошествием времени представители Дома Мыши в корне изменили свое отношение к Джей Ди и не прочь, если бы актер вернулся к ним обратно. С другой стороны, правда, мне также попадалась цитата вроде как самого Деппа, примерно полугодичной давности, где он, если это, конечно, правда, говорит, что никакие деньги мира не заставят его вернуться к Диснею после всего того, что компания сделала и как она повела себя по отношению к актеру. И все же, как мы знаем, многое меняется и ничто не вечно, тем более, что в последние недели все более активно стала разгоняться тема, особенно на англоязычном ютубе, тема того, что Дисней якобы извинился перед Джонни Деппом и жаждет его возвращения назад. Если вы банально забьете нечто подобное на английском языке, то с легкостью сможете отыскать множество статей и особенно видеороликов на подобную тематику, причем большинство из них совсем свежие. Так что, конечно, звучит это все очень многообещающе, но справедливости ради нужно сказать, что никаких точных доказательств или более-менее явных подтверждений подобной информации я лично не нашел, а искал долго. Так что, вполне может быть, как это часто бывает, что одни ресурсы разгоняют мульку, запущенную другими, но как бы там ни было, инфа от поп-топика о том, что Дисней не прочь вернуть Джей Ди обратно, хоть как-то коррелируется с новостями о якобы извинениях дома мыши. Так что, все может быть, тут оставляя на ваше усмотрение верить данным новостям или нет. Мы же идем дальше, а дальше опять новость от все тех же поп-топик, прям сегодня они у нас весь вечер на манеже, и новость, скажем прямо, более чем многообещая. Дело в том, что, как сообщает нам, Джонни Депп совершит огромное возвращение на большие экраны в 2023 году с долгожданным продолжением некого блокбастера, возможно, это могут быть и пираты Карибского моря. Люди снова начинают говорить о Джонни Деппе и очень позитивно, по сообщениям голливудские продюсеры и другие агентства, рады опять работать с актером и уверены, что он в итоге победит и вернет себе былой статус. Конечно, с одной стороны, формулировка тут довольно-таки расплывчатая, с другой же стоит вспомнить, что вообще-то лед уже понемногу трогается, как минимум Депп уже успел получить свою первую новую роль в кино за последних несколько лет. Немного освежу вашу память, вот что на данный счет писало издание Variety. Джонни Депп сыграет французского короля Людовика XV в следующем фильме французского режиссера Майвен, съемки фильма начнутся уже этим летом. Правда, название и точный его сюжет пока что держатся в секрете, но продюсирует кино парижская компания Why Not Productions, а мировыми продажами занимается Wild Batch International. Съемки ленты будут проходить в течение трех месяцев в разных местах Парижа, в основном в Версальском дворце. Актриса, а по совместительству режиссер картины Майвен сыграет Жанну Дюбари, графиню, последнюю любовницу Людовика XV. Ну а собственно самого короля как раз таки и исполнит лично Депп. Нужно отметить, что это крайне важная и даже эпохальная роль не просто потому, что по сути первый раз за последние пятилетия актер возвращается на съемочную площадку, но и потому, что он вновь сможет показать, на что он способен. Так что в принципе первые позитивные сигналы уже поступили из старушки Европы, ну а если верить поп-топику, то теперь в дело возможно решил ввязаться и Голливуд как главная мировая кинофабрика. Дальше я вновь цитирую инсайдера, дескать мало того, даже такие крупные студии как Warner Brothers и они наконец-то начали осознавать, сколько денег они потенциально могут потерять, если будут постоянно выступать против Деппа. А еще теперь ходят слухи, что несколько крупных студий лично связались с актером и принесли извинения, выразив заинтересованность в новой работе с ним в ближайшем будущем. Кстати, вот вам и инфа про извинения Диснея, возможно она действительно правдива. Джонни Депп вернется в голливудское кино в 2023 году, он уже вел переговоры с крупной студией о возвращении в один из своих самых крупных и известных проектов всех времен, сообщил нам наш источник, пишет PopTopic. Источник не смог раскрыть никакой дополнительной информации, но слухи о том, что Джонни Депп вернется в роли Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря» недавно распространились по голливудским холмам. Да и если говорить о какой-то крупной франшизе блокбастеров, то конечно ничего более пахального и крупного, чем «Пираты Карибского моря» на ум не приходит. Кроме того, по словам инсайдеров, не только Дисней, но и их конкуренты Ворнер Бразерс уже успели пожалеть об увольнении актера из третьих «Фантастических тварей». Член съемочной группы «Фантастических тварей 3» рассказал нам, что все, включая других актеров, были опустошены, когда Ворнеры попросили Джонни Деппа уйти. «Атмосфера резко изменилась, когда мы узнали, что Джонни не вернется на съемочную площадку», рассказал член съемочной группы. Я знаю, это звучит драматично, но первый день съемок без него действительно был похож на похороны. Я думаю, это было так, потому что нам, актерам и съемочной группе, были даны строгие инструкции не говорить об этом. Также нам сообщают о том, что Ворнеры уже жалеют и о своем решении, как только можно поддерживать исполнительницу роли Меры и ее участие в фильме «Аквамен 2». Так что сейчас отдел маркетинга студии получил указание максимально дистанцироваться от актрисы, и в результате она была почти полностью удалена из всех рекламных материалов, включая закулисный короткометражный фильм и плакаты. Что же это многое объясняет, ну а тем временем Джонни Депп взял и свой очередной рубеж, а именно число его поклонников в инстаграм достигло 12 миллионов. Кстати, актер преодолел эту отметку, опубликовав всего 20 постов в своей инсте, а вообще инстаграм Депп завел себе в апреле 2020 года, по его словам, для того, чтобы быть ближе к своим поклонникам и иметь возможность напрямую с ними общаться. Что же, как можно судить, армия поддержки главного пирата Голливуда и не думает уменьшаться, напротив, она то и дело увеличивается, что радует. Ну и напоследок, раз мы уже заговорили вновь о пиратах, новые интересные факты, которые говорят о том, что Джонни Депп был не первым и даже не вторым из тех, кому Дисней предложили сыграть роль Джека Воробья. Оказывается, создатели фильма просмотрели разных актеров, пытаясь найти того, кто мог бы стать идеальным капитаном Воробьем. И, кстати, канадский актер Джим Кэрри претендовал в том числе на данную роль, хотя в итоге продюсеры решили предложить ее, нет, не Джонни Деппу, а Роберту Де Ниро. Именно он должен был сыграть капитана Джека Воробья. Но при этом сам фильм о Черной Жемчужине считался рискованным и даже рассматривалась идея прямой его трансляции на видео в обход кинотеатров. Имея все это в виду, Де Ниро в итоге подумал, что кино может провалиться и отказался от роли. Тогда, согласно СБР, студия обратилась к Джиму Кэрри, и он действительно пробовался на роль Джека Воробья. Более того, в итоге продюсеры предложили ее именно Кэрри, но он все-таки отказался стать участником пиратской саги из-за конфликтов в расписании, что открыло дверь для Джонни Деппа. После чего именно этот актер и воплотил на экране легендарного уже Воробья. То есть получается, что Джей Ди был как минимум третьим в списке желаний Дисней, и это, кстати, многое объясняет. В частности, то, что руководство компании оказалось, мягко говоря, не слишком в восторге от самого актера и от того, как он воплотил в жизнь капитана Воробья. Ну и как результат, все эти годы у боссов Доба Мыши был явный скепсис в отношении Джей Ди, который, как мы теперь знаем, не должен был стать Джеком, но все-таки им стал. Что же, посмотрим, возможно, мы еще увидим легендарного актера в не менее легендарной роли. А на этом на сегодня у меня все. Пишите, что вы об этом всем думаете в комментариях. Не забывайте подписываться на наш канал. Давайте держаться вместе в это нелегкое время. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Желаю вам удачи и мирного неба. Скоро увидимся.